В нашем центре есть очень важное подразделение. Не так часто на онкологических конференциях мы об этом говорим, и, на мой взгляд, не заслуженно. Это отдел анестезиологии и реанимации. Дело в том, что это те люди, без которых вообще невозможна работа в крупной хирургической и онкологической клинике, потому что они защищают пациента на очень важных этапах. На этапах операционном, когда большая, как вы видели из предыдущих докладов, агрессия хирургическая и обеспечивают максимально быстрое восстановление после вмешательства. Я с удовольствием приглашаю на эту трибуну Александра Викторовича Сытова, заслуженного врача Российской Федерации, руководителя отдела анестезиологии и реанимации нашего центра. Пожалуйста, Александр Викторович. Добрый день, уважаемые коллеги. Действительно, нашу службу, наверное, отнести можно к рукаву поддерживающей сопроводительной терапии в онкологии. Тем не менее, если говорить о техническом оснащении, то это один из тех разделов медицины, где инновации и новые технологии, методики включаются достаточно быстро и стремительно. И очень много имеется различных определений, что такое интенсивная терапия. Речь в моем выступлении будет больше об интенсивной терапии, нежели анестезиологии. Так вот, много очень определений различных вы можете увидеть, но, на мой взгляд, наиболее важное, это то, что основной задачей интенсивной терапии является лечение пациентов с тяжелыми нарушениями жизненно важных функций. Что касается онкологических пациентов, здесь ситуация чуть-чуть другая. Я всегда вспоминаю встречу с моими однокурсниками, одногруппниками спустя два года после того, как я пришел на работу в онкологический центр и на вопрос, где я работаю, получив ответ, что я в реанимацию онкологического центра поступил, вернее, народ несколько недоумевал и сказал, ну как же так, онкологический пациент не подлежит реанимации. До сих пор с такой точкой зрения периодически приходится сталкиваться. Ну так вот, у онкологических пациентов задача нашей службы – это протезирование органов и систем, которые пострадали как в результате самого опухолевого процесса, так и в результате противоопухолевого лечения. И также своевременное оказание помощи для коррекции возникающих осложнений при проведении специфического лечения. Что касается истории развития нашей службы, то она чуть-чуть моложе, чем сам центр. В 1959 году впервые была открыта лаборатория анестезиологии и функциональной диагностики. В 1969 году это операционно-реанимационное отделение. И в 1992 году уже был создан отдел анестезиологии и реанимации, который существует в таком виде и до настоящего времени. Хотелось бы отметить, что, естественно, пациенты с онкологическими заболеваниями – это особая когорта больных, которые отличаются от общих хирургических пациентов по своему соматическому, психологическому, психическому состоянию, у которых имеется наличие последствий предшествующего специфического лечения. И оперативное вмешательство отличается высокой травматичностью и обширностью, которая диктуется распространенностью основного заболевания. Естественно, и приморбидный фон достаточно неоднородный и нелёгкий у данной группы пациентов. Несмотря на то, что онкологические заболевания по статистике молодеют, тем не менее основной контингент – это пациенты достаточно возрастные после 60-70 лет, которые имеют в связи с своим возрастом ряд хронических заболеваний. Это и хроническая обструктивная болезнь лёгких, и шемическая болезнь сердца. С одной стороны, пациенты с ожирением, с другой стороны, поступают пациенты с выраженным дефицитом массы тела, оказывают свою роль и в лечении этих пациентов в паранеопластические синдромы. Однако, если говорить о современном уровне анестезиологии и реаниматологии, лекарственное обеспечение, которое мы имеем в нашем центре, и тот уровень подготовленности специалистов, всё это вкупе позволяет значительно снизить риск и оперативных вмешательств, и вести пациентов в послеоперационном периоде достаточно успешно, несмотря на те объёмы операций, которые делаются в нашем центре. Хотелось бы сказать, что на сегодняшний день отделение реанимации и интенсивной терапии это подразделение, которое использует в своём арсенале наиболее современное медицинское оборудование для диагностики, лечения и непрерывного мониторинга за состоянием пациентов. Несколько слайдов продемонстрирую, которые говорят именно об этом. Это монитор для отслеживания состояния пациента. Внизу вы видите пустую ёмкость, которую можно поставить в различные модули для инвазивного мониторинга, для контроля искусственной вентиляции лёгких. Аппараты ИВЛ, которые работают по принципу обратной связи с пациентом, которые в какой-то момент могут подсказать, что пациент готов к переходу на самостоятельное дыхание. Если нам не удаётся справиться с дыхательной недостаточностью при помощи аппарата ИВЛ, в наличии в нашем центре имеются аппараты экстракорпоральной мембранной оксигенации. Принципы интенсивной терапии. Основные хотелось бы отметить. Это прежде всего определить причин критического состояния пациента и начать лечение с основного заболевания, не использовать в лечении фельдшерский подход, когда мы при отсутствии мочи начинаем назначать мочегонные препараты. Например, когда причина у пациента совершенно в другом. Лабораторное исследование не заменит тщательно собранного анамнеза и изучение истории болезни клинического осмотра. Никакая аппаратура не заменит присутствие сотрудника реанимации у постели пациента. И хотелось бы также отметить и сказать о том, что лабораторные исследования должны назначаться строго по показаниям, а не просто от того, хотелось бы это врачу или нет. Инфузионная терапия, если говорить о тех принципах ведения пациентов в послеоперационном периоде, она пациент-ориентированная. Существуют либеральные, рестриктивные методы инфузионной терапии. Все зависит от состояния пациента, от объема противного вмешательства, от климатических условий, даже в которых он находится. Антибактериальная профилактика и терапия. С профилактикой все более-менее ясно, имеются стандарты. Что касается терапии, опять же, пациент-ориентированные подходы. Те данные, которые мы получаем из БАК-лаборатории, не всегда соотносятся с тяжестом состоянии и с назначением тех препаратов, которые имеются в клинической картине у пациента. Важное значение послеоперационного обезболивания. Различные виды применяются. Регинарные, системные, кетамины пациентов, у которых выполнены торкоскопические, лапароскопические операции. Пациент в отделении реанимации должен находиться всегда в состоянии комфорта. При необходимости умеренные дозы седативных препаратов необходимы. Тромбопрофилактика. Один из круговольных камней хорошего результата лечения в послеоперационном периоде и лекарственного лечения. Это низкомолекулярные гепарины, компрессионное белье, перемежающее с пневмокомпрессией, ранней активизацией. К сожалению, в настоящее время, но из различных причин, по различным причинам, у нас имеется дженерики, эффективность которых неизвестна, так как все исследования эффективности проводились на оригинальных препаратах. Из того, что имеется у нас, препаратов ЖНВПЛ, имеется только паранопарин натрия в нашем арсенале, который достаточно эффективен. Необходимо в послеоперационном, дооперационном периоде и коррекция психоэмоционального статуса, консультация психиатра, психотерапевта, назначение анксиолитиков и антидепрессантов. Обладаем современнейшими методами экстракорпоральных методов лечения. Это прежде всего заместительная почечная терапия. Это методы диализа и фильтрации, сорбционные методы, методы афереза. Сотрудники нашего отделения имеют колоссальный опыт в проведении заместительной почечной терапии. Это и гемодиафильтрация, селективная сорбция при сепсисе, лечение пациентов различного возраста, от нескольких месяцев и до преклонного возраста. И буквально 2 минуты на клинических случаях. Пациент 21 года с инвиальной саркомой, которую мы брали на операцию по экстренным показаниям, у которого левый гемиторакс был замещен опухолью, и пациент оперировался уже с клиникой с серьезной дыхательной недостаточностью, с сатурацией на воздухе 78, с тахипной и с пневмонией единственного легкого. Выполнена была достаточно большая операция, из особенностей 205% объема АЦК кровопотеря. Пациент находился в отделении реанимации 7 суток. Если вспомните предыдущие слайды, на которых было указано то оборудование, которое есть, все применялось у данного пациента. Это и центральная гемодинамика, это и искусственная вентиляция легких, это и современный лабораторный мониторинг. Это через несколько дней после операции состояние пациента. Пациентка 21 года, которая после родоразрешения была доставлена к нам в отделение в наш центр, была экстренно прооперирована. Вы видите, также левый гемиторок заполнен опухолью, органы смещены вправо. 13 мая было выполнено экстренное оперативное вмешательство, также с достаточно большим объемом операции, большой объем, вернее, кровопотери, длительное нахождение в отделении реанимации, около 20 суток. Она была выписана из отделения реанимации, впоследствии из онкологического центра. Снимок уже после оперативного вмешательства. И та пациентка, которая левомиоматоз, левомиоматки с поражением легочной артерии, которая была выполнена уникальная операция с циркуляторным арестом, то есть с остановкой кровообращения, с гипотермией в течение 14 минут. Большое количество пациентов сопутствующие патологии, которые не терпят никаких отлагательств в плане оперативного вмешательства по онкологической составляющей. Это пациенты СБС, которым нельзя по времени развести восстановление коронарного кровотока, одновременно выполняются в нашем центре такие операции. Это пациенты одновременно с аортокоронарным шунтированием и гастроктомией, аортокоронарным шунтированием операции типа Льюиса. Реабилитация – важный компонент в интенсивной терапии, которая включает в себя и раннюю активизацию, и ЛФК, массаж, применение современной аппаратуры, которая позволяет вертикализировать пациента в ранние сроки после операции. В заключение хотелось бы сказать, что интенсивная терапия – это отрасль медицины, требующая тесного сотрудничества врачей и специалистов различного профиля и надлежащей поддержки технической. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр Викторович. Спасибо большое за Ваш доклад с экономией времени и за все, что делает Ваш отдел и Вы лично.